Слушайте доктора. Слушайте, задалась недавно я таким вопросом, к чему он может привести, а самое главное, могу ли я ещё предотвратить этот самый сколиоз у собственного ребёнка. Вот эта тема, которая меня волнует, слушатели знают, что я всегда такую тему беру, потому что вот растёт мой ребёнок, и я вижу какие-то новые проблемы. Но на самом деле я ещё сильнее захотелось побеседовать с специалистами, когда я уже не первый раз такие разговоры слышала от родителей, которые встречают наших детей из школы. Четвёртый класс у нас вот сейчас. Всё чаще и чаще слышу, что ребёнок стал сутулым, совершенно не держит спину, пишет носом вот это вот всё, да. И все жалуются на то, что одно плечо выше другого начинает виднеться как-то. Ну и, в общем, совсем дети расслаблены, при том, что, может быть, даже дети на какие-то и спортивные занятия ходят. Но, тем не менее, вот это очень часто появляющиеся разговоры сейчас. И вот у меня сейчас создаётся впечатление, что проблема искривления спины, вот так вот в детстве его называли, я помню это прекрасно, да, становится просто массовой проблемой именно к концу младшего звена школы. Ну, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно сейчас, вот четвёртый, пятый класс, она очень ярко уже начинает так прослеживаться и массово. Да, вы знаете, вообще проблема состояния здоровья школьников – это очень глубокая, очень актуальная, важная проблема в медицинском сообществе вот на сегодняшний день. Я должна сказать, что среди выпускников средней школы каждый четвёртый страдает близорукостью, каждый третий имеет сколиотическую осанку или выраженный сколиоз, и каждый второй имеет пограничные психические расстройства функционального характера. На самом деле проблема очень сложная. И вообще о проблеме школьно обусловленных болезней мы знаем уже более ста лет. Ещё в начале 20 века наш известный русский гигиенистр Фёдор Фёдорович Рисман, или он был Фридрих Рисман, женился на русской женщине Абруссел, он впервые вёл понятие о школьно обусловленных болезнях, и раньше к ним относилась близорукость, нарушение осанки и анемии. Сейчас структура заболеваемости, конечно, изменилась. И тройка лидеров, на которой делается акцент в современной работе врача школы, она следующая. Причём мы выделяем школьно обусловленное функциональное нарушение, которое ещё является обратимыми, и школьно обусловленные болезни. Так вот, к функциональным нарушениям относят сейчас в первую очередь это нарушение осанки, на втором месте премиопия, спазм аккомодации и миопия слабой степени. Что это такое? Ну, всё заболевание, касающееся глаз. И на третьем месте это психологический дискомфорт и пограничные психические расстройства в стадии начальных проявлений. Вот эти функциональные нарушения, они ещё обратимы. И если не предпринимать никаких профилактических мер, выявив их, будет развиваться уже школьно обусловленная болезнь. А это сколиоз второй-четвёртой степени, это миопия средней-высокой степени и уже пограниченные психические расстройства в стадии выраженных проявлений. Поэтому тема о состоянии здоровья школьников на сегодняшний момент очень актуальна. Ну вот мы обязательно возьмём две других темы, которые вы обозначили, две других проблемы, что касается пограничных состояний психических и зрения. В следующие программы сегодня сконцентрируемся на осанке, на состоянии спины, состоянии мышечного корсета, мышц и позвоночника, раз уж с этого начали. Потому что каждый из этих тем ещё может разбиться на массу других, которые тоже можно подробно брать. Однако, вот что касается осанки и что касается сколиоза, права ли я в моих ощущениях, что именно к концу младшего звена мы можем ощутимо видеть сколиоз? Похоже, что права, потому что статистика, которую вы приводите, она это подтверждает. И что же это причиной что является? Именно учёба в школе? Вы знаете, вот здесь, в этой связи, я бы хотела обратить внимание на факторы риска, которые способствуют болезням в современной школе. Я их перечислю, их не так много, но остановлюсь только на первых двух. Первое – это стрессовая педагогика, это авторитарный стиль общения с учениками, интенсивная учебная нагрузка, несоблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. Здесь я имею в виду о мебели, освещенности, в воздушно-тепловом режиме, режиме труда и отдыха. Далее – отсутствие оптимальной системы физического воспитания, и наш медицинский термин – это гипокинезия. И отсутствие рационального питания, и вообще, как таковой, системы формирования здорового образа жизни. И вот особое внимание хотела бы обратить на первые два фактора. И в настоящее время доказано, что в тех школах, в которых применяется авторитарный стиль общения, в полтора раза повышена общая заболеваемость детей. И в два-два с половиной раза выше количество психологических расстройств, начальных проявлений по сравнению с теми школами, где ведется демократический стиль общения. Можем сказать еще дальше, поговорив о фактической учебной нагрузке в школе. Если в начальной школе на ученика примерно в сутки около семи часов затрачивается времени, в средней школе – это уже более восьми, а старшеклассники вообще девять часов в сутки тратят на учебу именно в школе. А если мы сюда еще приплюсуем домашнее задание и время, которое они тратят уже вне стен школ, то в начальной школе 10 часов в сутки дети тратят на обучение. В средней школе – 12, а старшеклассники – вообще 15 часов. Это нам о чем сейчас говорит? О том, что пока мы живем в этой системе, то есть отдельно взятая Светлана Владимировна Занькова, она не сможет прийти в школу и сказать, что вот так, мой ребенок сейчас в вашей школе будет учиться у демократически настроенного учителя 5 часов в день, не больше. При этом, пожалуйста, мне двухчасовое спортивное занятие обязательно на свежем воздухе. И хорошее общение со своими друзьями в классе и вне класса. Не сможет. Ни я, никто другой. То есть мы вынуждены в этих условиях сейчас жить. И мы тут уже до эфира выяснили, что все-таки правительство стало замечать, что что-то идет не так. И в пяти регионах вы мне сказали, правильно, да? Да, с 1 сентября 2016 года запущен пилотный проект «Школьное здоровье в пяти регионах». Не в нашем, сразу скажем, не в нашем. И мы об этом тоже поговорим, но не в этой программе, а в отдельной. Я уже себе прямо на карандаш беру уже третью программу, замечаю. Это очень важная история, которую нужно обязательно, конечно же, озвучивать. Вот таким образом, при вот такой нагрузке, говорить о здоровом образе жизни, о соблюдении режима дня, о каких-то дополнительных физических нагрузках и так далее и тому подобное, конечно, очень сложно. Очень сложно. Но если вы меня спросите, можно ли сохранять и укреплять здоровье ребенка в процессе обучения, я вам отвечу, конечно, можно. Но при совместной работе как минимум трех специалистов – это врач-педиатр, психолог и педагог. Вот эта тройка, мы к этому стремимся. И я больше, чем уверена, что совместными усилиями и с помощью, конечно, законодательных актов это будет закреплено, и мы сможем с этой проблемой работать. Хорошо. Что мы можем сделать сейчас, когда мы имеем ребенка, у которого явно уже наблюдается невооруженным глазом нарушение осанки? Да, я должна сказать, что Владимир Александрович только что с приема. И как раз вот пока там отдышаться мы даем время, но вот до программы вы сказали, что огромное количество детей, которые сейчас приходят с нарушениями той или иной степени осанки, они имеют там в анамнезе, да, там родовую травму, что называется, да. В основном, я вот помню из своего там опыта, да, родовая травма касается шейного отдела позвоночника. И если ее вовремя там не найти, а это 70, по-моему, вы сказали процентов детей. Да, около 70 процентов. 70 процентов детей. А сколько из этих детей получают необходимую помощь? Сразу распознается такая родовая травма. Наверное, процент гораздо меньше. Нет, процента на самом деле гораздо меньше, потому что это травма, скажем так, неявная, во-первых, и еще нехорошо изучена. То есть она только набирает свои распространенности, родители только еще узнают об этом. Более информированные родители, они уже обращаются сразу же к специалистам. Это как и к мануальному терапевту, и к остеопату за обследованием ребенка, выявлением этой патологии. Вообще-то ведь редкая профессия, мануальный терапевт. Мне кажется, ее лет 10 назад, она вообще была там днем с огнем не сыщешь, а лет 20 назад, так они, наверное, вообще мало кто знал даже. Сейчас ситуация изменилась? Ну да, на самом деле, мануальная терапия – это молодая специальность, она всего лишь с 1998 года зарегистрирована. Остеопатия вообще с этого года только как и специальность пошла у нас. О мануальной терапии мало кто знает, она на слуху, конечно, но к ней относятся с опаской, так как новая, наверное. И начальная мануальная терапия, она все-таки приближалась к традиционному костопрасту, поэтому, видимо, народ и опасается. А сейчас уже обучают мануальных терапевтов, да? Да, сейчас это врачи, сертифицированные специалисты, обучаются в институте, получают диплом мануальной терапии. В нашем университете медицинском обучают мануальных терапевтов? А где вы учились? Я в Новокузнецком гидове учился. Там впервые кафедра открылась, мануальная терапия первая в России. И вот, кстати говоря, сейчас Наталья Сергеевна, как к педиатру, вопрос такой вот с тем, что появились такие профессии, о которых мы сейчас говорили, они признаны, сертифицированы. Что касается вот тех болезней, о которых мы сейчас говорим, сколиоз, болезни искривления позвоночника, легче стало работать? Что они дают вам в вашей практике? Эти специалисты, взаимодействия с ними? Ну, нужно сказать, что, конечно, в нашем министерстве здравоохранения Кировской области существуют главные внештатные специалисты по каждому направлению, перед которыми поставлена соответствующая задача. И каждый специалист работает уже по специальности с теми врачами, которые отвечают непосредственно за ту или иную патологию. Конечно, работают они в команде, и это очень приятно. И сдвиги положительные. Мы их ощущаем и как среди детских поликлиник, я думаю, да, в участковой среде, так и в частных медицинских центрах. Поэтому проблема актуальна, и она имеет место к своему разрешению. И вообще хотелось бы, чтобы мы... По-новому строится программа лечения спины в связи с тем, что вот есть такие специалисты? Ну, я думаю, что как таковые подходы к лечению, они были всегда, они едины. Другое дело, что меняется, возможно, подход... Подход меняется. К выявлению, к выявлению в той же сколиотической осанке. Вот, в частности, предпосылками к нарушению осанки у детей мы можем выявить ещё в раннем детстве. Мы затронули самый первый, самый важный этап – это период родов. И здесь очень важно сказать именно о подготовке к родам, правильное, грамотное ведение родов. И это трудно переоценить для будущего ребёнка. И здесь важно показаться нужному, необходимому специалисту в месяц. А у нас, согласно приказу Министерства здравоохранения 1346Н о проведении профилактических осмотров, малыш в первый раз появляется в детской поликлинике, либо на приёме у специалиста в частном центре в месяц. И как раз в три месяца проходит осмотр травматолога-ортопеда. И, к сожалению, второй раз только в четыре года. Даже в семь лет. Да, мы эту проблему здесь уже поднимали. Все врачи единодушны в том, что это, конечно, недопустимо. Такого, конечно, быть не должно. И поэтому родители идут в тех условиях и идут сами. И приходится выходить на специалиста уже в частном медицинском центре, потому что не всегда есть такая возможность получить эту помощь своевременно в детской поликлинике. В моей истории, например, дисплазия тазобедренных суставов ребёнку была поставлена где-то около 10 месяцев, когда он уже собиралась пойти ножками своими. Это была проблема. Конечно. Мы эту проблему здесь хорошо уже разбирали. И я почему-то думаю, что как раз то, что я сейчас вижу, что происходит со спиной у неё, оно связано и с дисплазией тоже, и с вайгусной стопой, которая, мне кажется, у каждого первого сейчас абсолютно ребёнка есть. Несмотря на то, что мы носили сандалии ортопедические, до сих пор носим в школе. Это уже самый последний размер, потому что больших, может, в других магазинах, которые в Кирове там уже не продаются, например. Но тем не менее я вижу выраженное нарушение, я вижу плечо одно выше другого, я вижу, что вот, да, соответствующий изгиб позвоночника, что мне с этим делать? Куда мне в первую очередь идти? Да, наверное. Давайте вы, Владимир Александрович. Да, вы правильно заметили, то, что как и плоскостопие, как и вальгусная установка стопы, это всё влияет на осанку. Более того, всё это является симптомом одного, может быть, может являться симптомом одного заболевания, синдрома слабости связочного аппарата, дисплазии связочного аппарата. В связи с этим связочный аппарат, он у нас находится во всех структурах организма, во всех клетках в том числе, и если есть нарушения, то это идут системные заболевания, это и нарушение осанки идёт, и плоскостопие развивается, зрение тут же может страдать, потому что там тоже соединительный аппарат, повышенная утомляемость ребёнка. И хотелось бы добавить то, что нынешняя направленность мануальной терапии и остеопатии, она возвращает нас к корням медицины, когда лечили, скажем, весь организм целиком, то есть человека в целом лечили. Не как сейчас, допустим, окулист лечит зрение, лор, там, слух, гастроэнтеролог желудок, грубо скажем, а именно всё вместе цельное лечение. Мануальная терапия направлена на то, чтобы выявить и ортопедическую патологию, и полечить её причины этого заболевания, выявить, возможно, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, когда не усваиваются питательные вещества, соответственно, будет страдать, опять же, опорно-двигательный аппарат из-за нехватки кальция в организме, из-за нехватки коллагена в организме. Может быть, посмотреть, как человек себя ведёт, в данном случае ребёнок, и в школе, например, то, что он сидит за низкой партой, а рост высокий, например, что часто встречается у старших классов, несоответствия как бы роста и стола рабочего. Отсюда, опять же, будет нарушение осанки. То есть здесь нужен целостный подход, системный, смотреть со всех сторон. И родители некоторые часто задают такой вопрос. Вот мы носили стельки, носили обувь постоянно, и нету результатов. Ну, спрашиваешь их, а вы что-то ещё делали, например, упражнения, там, лечебной физкультурой занимались? Нет. И, соответственно, мышцы от этого не укрепляются. Плюс ещё, возможно, есть лишний вес, который давит на стопы, тоже большая нагрузка. Отсюда одними стельками получается то, что не вылечить. Соответственно, надо комплексный подход, целостный, системный, систематизированный. Ну, вот, традиционно, да, традиционно при сколиозе врачи назначают, кроме консультации врача-мануального терапевта, массаж и гимнастику. И, конечно, отчасти это помогает. Однако после курса очень часто спина вновь искривляется. И как же закрепить эффект вот этих полезных упражнений? Здесь можно сказать о том, что, во-первых, курсы массажа и гимнастики должны идти вместе, один за другим, именно в таком порядке. Сначала массаж, а затем гимнастика. При этом массаж расслабляет спазмированные мышцы спины, тонизирует вялое. Но если ребёнок сразу вернётся к своей обычной позе за партой, то мышцы очень быстро вспомнят своё ненормальное положение, искривление вернётся. Так вот здесь хочу сказать о том, что курс гимнастики должен проходить под руководством опытного врача ЛФК лечебной физкультуры. Необходимо, чтобы доктор, инструктор показал ребёнку, как именно выполнять упражнения. Потому что простое формальное повторение движения не даст никакого эффекта. Только врач может определить, какие мышцы спины нужно нагрузить, какие расслабить, и сможет подобрать соответствующий комплекс. И обязательно после курса гимнастики её обязательно нужно продолжить дома. Это ключевой момент, без которого успеха в лечении и профилактике сколиозы не будет. И вот здесь родители и прокалываются. Мало того, что сандалии, стельки, массажи и прочее, ещё, оказывается, и ЛФК тоже нужно делать дома самостоятельно. А вот проблема заботы родителей о детях, она в настоящее время уже выходит на одно из первых мест. Нам очень важно, и даже к нам, как к врачам-педиатрам, вне нарушения, на осанки подходят родители и спрашивают. Дайте нам, ну вот условно говоря, одну таблетку, чтобы мой ребёнок перестал болеть. Что мы должны сделать, чтобы вот мы переболели и забыли, что это такое простудное заболевание. Когда мы спрашиваем, говорим о том, а как вы проводите свободное время, как вы гуляете с ребёнком, как часто, что посещаете, бассейн, гимнастика. Сами занимаетесь ли, показываете свой пример дома. Я отвечу, что лишь один, два, ну максимум три процента родителей. Чей пример показать нужно. Ну, это мы видим очень хорошо в Порошино, я вам хочу сказать. Я вижу там родителей с детьми, таких активных, такие активные семьи, которые там прям с утра и до ночи практически катаются на лыжах, например, со своими детьми, с разминками. Я понимаю, что вот это, наверное, образец действительно, когда мама, папа, ребёнок и все на лыжах, все куда-то идут. Если мы будем ещё раз возвращаемся к спине, к сколиозу, мы пришли к педиатру. Педиатр нас отправил, например, к мануальному терапевту после обследования какого-то. Выявляются причины, проводится курс лечения, массаж. Я так понимаю, гимнастика в обязательном порядке здесь идёт. Да, конечно. В обязательном порядке здесь идут. А далее прописываются какие-то, наверное, укрепляющие витамины, что ли? Нет, витамины… А как воздействовать на ту клетку, о которой вы говорили, у которой нарушен там вот этот вот связочный аппарат? Системно, да, витамины как бы тоже нужны. Это и стимуляция иммунитета опять же будет, и микро-макро расход как бы витаминов идёт. Детский организм растёт, он нуждается в витаминах. А если ещё ребёнок и спортом занимается в это время, то он вдвойне нуждается и в подпитке. То есть витамины всегда? Витамины, да, всегда периодически курсами, имеется в виду, принимаются перерывами необходимыми. Летом это можно, конечно, заменять и фруктами, овощами, желательно на даче, которые куплены… Выращены, слава Богу, у кого есть дача, это сильно повезло. Да. Ну и кроме того, мне кажется, что обязательно нужно обеспечить ребёнку как можно более комфортное рабочее место. Если мы говорим о проблеме нарушения осанки, все мы помним старое доброе правило, как нужно сидеть за партой. Ноги стоят на полу, бёдра параллельно полу, спина ровная, высота стола по локоть. Сейчас к этому можно добавить следующий экран компьютера, должен располагаться не слишком высоко и не слишком низко, примерно на уровне глаз. Можно даже купить малышу монитор с регулирующимся уровнем, что благо сейчас позволяет. Не разрешать ребёнку ни в коем случае работать, сидя на диване за ноутбуком. Это сильно вредит шее. Не играть в гаджеты на диване. А под поясницей обязательно должна быть поддержка. Либо это валик соответствующего размера, по возрасту, что можно приобрести в соответствующих ортопедических магазинах. Причём одно из последних изобретений ортопедов – это стул с крутящимся сидением, закреплённым в шарнире. Мы все о нём знаем, и пренебрегать вот такими методами не стоит. И детям обеспечить рабочее место мы должны. Подкомплексное – это то, что могут делать родители дома, например, оформив рабочее место и отследив рабочее место в школе. А ещё, возвращаясь к специалистам, мы с вами поговорили о педиатре и о физиотерапевте, и о мануальном терапевте. Но ведь есть ещё ортопеды с неврологами, да? То есть мы, когда ребёнка обследуем, просто мы об этом не сказали, мы привлекаем туда широкий круг специалистов. Здесь можно отметить, что, в частности, у нас в детском отделении семейной клиники мы предлагаем 9 программ наблюдения за детьми от рождения до 17 лет, и 3 из них направлены на профилактику и лечение заболеваний, связанных с опорным двигательным аппаратом. И здесь вот этот комплексный подход, о котором, конечно, в детских поликлиниках мы все мечтаем, в частном учреждении мы можем реализовать за счёт приёма нескольких специалистов в один день. Это и ортопед, это и невролог, поскольку консультация невролога позволяет как раз выявить вот те нарушения и психологического, и психической направленности, функциональные ещё пока, и их можно откорректировать с помощью медикаментозного лечения. И здесь невролог нам в комплексе необходим. Конечно, врач-физиотерапевт и врач лечебной физкультуры, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. А этот специалист беседуя с родителем и с ребёнком, подбирает индивидуальный курс, что позволяет в течение определённого времени, а, как правило, один курс состоит из 10 сеансов, позволяет настроить и родителей, и ребёнка на здоровый образ жизни, показывая те или иные упражнения, которые необходимо будет закреплять дома. Программы существуют как годового наблюдения, то есть в течение года, это два курса физиолечения, массажа, ЛФК, так и программа, направленная для профилактики возникновения сколиоза, вот как раз о школьно обусловленных болезнях функционального характера, нарушения осанки, и уже для лечения сформировавшегося сколиоза в комплексе, в помощь нам здесь необходим мануальный терапевт, за что мы очень благодарны, Владимир Александрович. Вылечить-то его можно? Сколиоз? Да, конечно, на первых стадиях развития заболевания. Несмотря какой степени мы говорим. Это можно вылечить, если нет структурных изменений в костях, то он, в принципе, излечим. Вообще при лёгкой и средней степени сколиоза искривление поддерживается только за счёт перенапряжённых мышц, а при тяжёлом сколиозе искривляются уже сами позвонки, и вернуть их в ровное положение практически невозможно. Практически невозможно, да. Бежать к специалисту. Бежать скорее, да. Как можно скорее. Задуматься о состоянии здоровья детей сейчас, потому что во взрослом возрасте эти нарушения уже часто приводят к болезням внутренних органов, органов головных, головным болем, раннему началу остеохондроза, вообще старению позвоночника и прочим проблемам. И вот почему в наше время, Владимир Александрович, я думаю, со мной согласится, меня поддерживает, так много 20-летних и вот таких молодых людей с грыжами дисков. Ведь раньше эта проблема была только у более старшего поколения. А сейчас и в 15, и в 16 лет мы встречаем тех подростков, которым необходимо оперативное лечение и консультация уже нейрохирурга. Эта проблема очень глубокая. Да, и нам рассказывали специалисты нашего центра травматологии и ортопедии, и показывали снимки, какие страшные бывают совершенно ситуации. У подростков даже, и в более молодом возрасте. И что приходится делать с их позвоночником в итоге. Есть уже такие методы, но они такие сложные, такие тяжелые, всегда с последствиями, конечно, и доводить до этого ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Ну вот давайте мы еще раз, остается не слишком много времени, у нас до конца программа. Я напоминаю, что мы общаемся здесь со специалистами лечебно-диагностического центра «Верес», с Натальей Бибякиной, врачом-педиатром, кандидатом медицинских наук, заместителем главного врача по педиатрии центра «Верес» и Владимиром Хорошиловым, врачом-травматологом, ортопедом, мануальным терапевтом. Мы говорим о школьных болезнях, так сказать. Мы даже вот все равно сегодня шире взяли, попытались несколько нюансов сказать, которые возникают. Потому что проблема это все-таки общая, она не касается только одного направления. Скорее всего, когда ребенка к вам приводит, школьника вот такого, у него уже есть там не только нарушение осанки, а все вообще, все три составляющих, которые вы сказали, о которых вы сказали, и зрение там, да, и психосоматика там, все уже в комплексе есть, и мы можем это вот все наблюдать. Может быть, подводя итог тому, что мы сегодня сказали, как можно проводить профилактику, как улучшить осанку своего ребенка. Ну, во-первых, до рождения малыша тщательно подготовиться к родам, выбрать врача и родильный дом. Но избежать этого родовых травм, к сожалению, практически не дается никак. Родителям тоже подготовить себя, это и витамина терапия, и здоровый образ жизни, исключить все вредные привычки. Подготовка к родам, у нас не будет здорового поколения, если не будет здорового. Если сами не подготовимся, это первое, так? В первый месяц показать новорожденного врачу-травматологу-ортопеду, уже в первый месяц, не дотягивать до трех месяцев, для устранения последствий травмы шейного отдела. Третий момент. Приучать малыша к гимнастике и здоровому образу жизни с малых лет, и начинать надо с нас с вами. Малыш сам делать не будет ничего, примером являются мы с вами, родители. Для школьников оборудовать рабочее место за столом, в соответствии с правилами эргономики, купить, может быть, поддержку поясничную, балансирующий стул, проводить регулярно профилактический курс массажа, гимнастики, в том числе в домашних условиях, ну и раз в полгода проходить осмотр врача-мануального терапевта и травматолога-ортопеда с целью выполнения его рекомендаций. А что касается спорта? Вот что должно быть обязательно в жизни ребёнка, а что вот очень даже посмотреть? Ну, то есть я понимаю, что есть красивый вид спорта, например, теннис. Прекрасный вид спорта. Всем ли он показан? Может ли человек, у которого проблемы, например, со спиной, заниматься теннисом? Я не знаю, не занималась никогда. Вы знаете, замечательный вид спорта, который, я думаю, что может помогать всем. Это плавание. Совершенно верно. Лыжи ещё. От малой до великой лыжи тоже. Да, горнолазание. В зимний период времени. Скалолазание. Это у нас доступно. Да. Ледолазание у нас доступно. Только что закончился чемпионат мира, очередной этап у нас здесь. Да, и мы можем, да, похвастаться нашими успехами. Это действительно полезно, да? Да, действительно полезно. Ну, не для всех, наверное, всё-таки. Для сильных таких деток, в которых мужчина каркас там сидит. Почему там как раз для любого возраста, ну, с какого возраста, с 4 лет там начинают группы набирать, с 5. Во-первых, там идёт общая физическая нагрузка, общее физическое воспитание ребёнка. То есть там учат и приседать, и координируется движение ребёнка, более ловкий становится. С возрастом постепенно мышцы укрепляются, ребёнок становится сильным и ловким. Тут важно, к какому тут тренеру попадаешь, потому что есть тренеры, которые нацелены исключительно на чемпионов. Нас не этот интересует тренер, нас интересует тот, который всех ребят берёт. Даже если тренер настроен на чемпионов, другого ребёнка он всё равно будет заставлять что-то делать, это уже будет плюсом для ребёнка. То есть она ж подтянется, что называется, скалолазание, лыжи, всё у нас доступно, плавание тоже у нас доступно совершенно. И всё-таки, наверное, начинать надо нам с вами, с родителей, с себя. Если мы будем выстраивать, формировать в своей семье правила здорового образа жизни, то наш ребёнок обязательно будет следовать за нами. Я бы хотела привести слова главного педиатра нашей Российской Федерации Александра Александровича Баранова. Между прочим, уроженца Кировской области. Он говорит о том, что мы не можем заниматься взрослыми, не занимаясь детьми. И сохраняя здоровье детей, сохраним здоровье нации. Ну а я должна от себя добавить, что лечебно-диагностический центр Верес разработал специальные программы для лечения детей у косторушения масанки. Называется «Здоровая спинка навсегда». И вот сейчас я вижу составляющие этой программы. Здесь все специалисты, о которых мы говорили, и невролог, и ортопед, и физиотерапевт, и врач ЛФК, и массаж, и сама лечебная физкультура, физиолечение, о котором мы не сказали сегодня. Очень важное направление, которое также очень часто пренебрегается. Да, и родителями. Потому что мы не то чтобы забыли, нас отучили практически от физиолечения. Я бы так сказала, потому что не секрет, что физиокабинеты уж сильно уменьшились у нас и в объемах, и в численности. Но физиолечение, да, безусловно, здесь тоже в комплексе, в программе есть, и контроль со стороны администрации семейной клиники. Я так понимаю, с вашей стороны, Наталья Сергеевна, за всеми этими программами. Что касается оплаты, расценок и специальных акций, то это все можно посмотреть на сайте семейной клиники. Да, и телефоны колл-центра, я могу напомнить, 410303 и 430303. Но мы здесь еще встретимся, обязательно поговорим об авторитарном стиле общения в школах. Я думаю, может быть, с нашим психологом, с Надеждой Бушмелевой, здесь тоже мы поднимем этот вопрос. Ну и зрение еще очень важный вопрос. Потому что... Это три кита. Да. Три кита. Потому что не секрет, что сейчас очень многие клиники приходят в школы, и я имею в виду платные клиники, приходят в школы, проводят некий анализ и куда-то нам направляют. Я не очень понимаю, насколько доверять или не доверять. Хотелось бы поговорить здесь со специалистом, который скажет, всем ли подряд нужно закапывать глаза так, что ребенок потом 3-4 дня в школе не занимается, например, да, или все-таки не всем. Как в этом разобраться? Да, спасибо большое. Еще раз напоминаю... Спасибо вам за приглашение, чтобы в программе слушать и общаться с вами. Всем спасибо. Сегодня были Наталья Бебякина и Владимир Хорошилов. Семейная клиника. Надеюсь, мы еще встретимся здесь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Слушайте доктора.